Всем привет! С вами канал Лиза Ксения Зе Сейм, и это неделя влогов, день четвёртый от меня. На улице это просто тут 11 градусов, но так как лето, мне уже жарко в пальто. Раздеваться, конечно, не буду, потому что это всё обманчиво, но я настолько рада. И сегодня сейчас мы с мамой идём по магазинам, уже за мелочами, всё основное почти что купили, остался свитер. А потом я иду с Лизой гулять и на танцы. Теперь у нас каждый день будут репетиции перед Москвой. Так что вот так вот. Мы сейчас ходим по всяким хозяйственным магазинам и пытаемся найти чехол для одежды. И что-то мы никак не можем найти, потому что нужно хорошее какое-нибудь. А у меня платье метр семьдесят. Ну, по весь рост. А, конечно, там ещё голова. И в том году я везла намного меньшее платье, и в итоге я просто на обратной дороге застёгиваю, и у меня слетает замок. Я, конечно, довезла, но очень тяжело было. И сейчас вот ищем по всем хозяйственным таким магазинам и смотрим, где может быть. Так, уже прошло очень много времени на самом деле. И сейчас получается так, что мы всё ходили по магазинам, покупали. И сейчас сестра позвонила. Ну, Аня, вы её все знаете. Они катались на роликах, и получается, что-то у них случилось. Так как... Ну, она упала. И сейчас она заходит домой, у неё она вообще рукой двигать не может. Ничем двигать не может, лежать ей больно. И посмотрим, что. Может быть, даже сегодня в больницу поедем. А так мы сейчас выходим уже. Всё, вышли с дома, и сейчас опять пойдём дальше по магазинам. Но с Лизой я уже гулять не буду. Она... Ну, она с другой какой-нибудь девочкой погуляет. Так что... Вот так вот. Потому что надо сегодня все дела сделать. Кстати, ещё у нас добавились дела, это нам пришла посылка, и мы должны за ней съездить и забрать. Так что ещё поедем туда. И плюс, нам ещё пришла посылка, поэтому нам ещё нужно как-то за ней съездить. Но это очень рядом с моими колготками, так как вчера мы их не купили, там был выходной. Поэтому надеемся, что сегодня купим, если они, конечно, будут. Потому что колготки очень сложно найти. Вообще, колготки для выступления 60DN белые. И самое главное, с бежевым оттенком. Нам и так белые тяжело найти. И плюс ещё с бежевым оттенком. И там рядышком это место, куда мы можем зайти и забрать посылку. Сейчас едем за посылкой. Это самый ужасный день. Это самый ужасный день. Наверное, у нас было таких два дня, но это самый ужасный. Хотя первый раз заканчивался ещё хуже. Теперь я могу вам всё рассказать, почему он плохой. Всё началось с того, что я с утра поругалась с мамой. Ну, это совсем чуть-чуть нам. И дальше мы, получается, приходит у меня сестра, и рука болит. Оказалось, скорее всего, сломано. Сейчас они поедут в травмпункт. Потому что она ходить не может, и она ещё себе спину отбила. Дальше получается так, что мы едем за колготками, за всем. Ничего не находим. Дальше едем за заказом. Заказ нам пришёл. Платье очень классное. Маме пришло платье очень классное. Я ещё себе заказывала кофту. В итоге размер не тот. Место S, M. Возврату не подлежит, потому что тот, через кого мы заказывали, он сам заказывал через сайт, и они как-то там без разрешения сами положили. В итоге всё. Уезжаем из места, где мы забирали заказ. Едем. Пробки я вам снимала. Приезжаем в магазин, ничего не можем найти. А у меня, я-то надеялась, у меня будет... Мальчики так смешно сейчас смотрел. Я-то надеялась, у меня будет один на мне свитер сейчас, а второй, который заказываем. В итоге у меня всего лишь один свитер. Ну, я, конечно, понимаю, я не буду каждый день ходить в разных свитерах, но всё равно два нужно с собой иметь. Ничего не находим в Средивариусе. Получается, я теряю свой вот этот портфель. У мамы телефон, деньги садятся, мы не знаем, как с ней найтись. И в итоге я тут понимаю, что я забыла дома всё, что мне нужно на танце. Мы быстрее сейчас за час пытаемся справиться с этим. Уже я всё взяла, и сейчас ждём такси, и быстрее... А, ещё ехали когда сюда на такси, пробки опять. Слава богу, я специально начала громко говорить, и дяденька услышал, наверное, что мы опаздываем, и он начал объезжать. Они же хитрые таксисты, они же побольше денег, и он стоял в этих пробках. Я уже, ой, самый ужасный день, ой, и так вздыхаю-вздыхаю. В итоге он начал объезжать, и я такая, ой, спасибо большое, вы меня типа услышали. Сейчас мы ждём такси, я не знаю, нам надо... у меня осталось до занятий 20 минут. Сейчас, если опять по пробкам поедем, я ещё не успею. Это вот второй день ужасный в моей жизни. Первый день был такой. Под конец дня нас чуть не прибило. Мы идём с мамой на красный свет, по самой главной дороге, которая только может быть, когда движение там ого-го какое. И ещё самое последнее, это то, что случилось, это нас чуть не прибил пьяный мужик. Мы... это было очень поздно, это было 11, мы с какого-то мероприятия возвращались, я уже не помню, что было, или просто день рождения отмечали. И, получается, идём, и там пьяный мужик с камнем дерутся друг к другу. И мама посередине них такая, хей, она же не соображает. Ну как, не то, что не соображает, но она не заметила этих, что они пьяные. И мужик такой с камнем на неё идёт и понимает, что типа, что такая смелая на меня идёт. У него глаза... Ну, в итоге маму чуть камнем не прибили, нас чуть машина не сбила. Но, надеюсь, этот день сегодня кончится нормально. Так что мы сейчас ждём такси. Я сейчас бегу на танцы. Я у дяденьки в машине причесывалась. Там где-то у него 6 шпилек потеряла, но ничего, это воспоминания обо мне. Так что всё, давайте. К нам Лиза вечером ночью в гости идёт. В итоге я готова самая первая. Никто ещё даже не переодет. Ничего, что 7.15, а у нас занятия в 7. Так, ребят, вот мы уже идём с танцев. У нас... Вам не видно? Сейчас вам покажу всё равно. Вот это чехол с моим платьем. У Нади на дно меньше платья. И самое главное, что вот которого меньше у Нади, это самое длинное платье. Но мне, кстати, тепло. У меня руки как в этом, в меховушке такой. Ну, вы поняли, наверное. Вот, и сейчас мы идём домой, и ко мне Лиза едет с ночёвкой. А завтра-завтра я иду к подружке в гости, к Вике, на станцию тоже. Страшно. Так, всё, здесь нужен фонарик, извините. Я уже иду домой. Лиза меня там ждёт. Сейчас мы, наверное, пойдём в Дэйзи гулять. И как-то вот так вот, не знаю, что вам ещё рассказать. Вчера получился блог, очень маленький. Вчера тоже какой-то день был не очень. Я надеюсь, на сегодняшний этот неутолочный день закончился. И завтра уже всё будет прекрасно. Так что вот так, давайте. А то я сейчас куда-нибудь вляпаюсь, как всегда. Так, вот мы уже погуляли с Дэйзи. И, наверное, на этом всё. Завтра у нас, не знаю, какой день будет, но какой-то. Как ли? Да я не про это, что мы делать будем. Вот, и всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши пальчики вверх. Ну, вы уже знаете всё, что делать. Меня просто собака тянет. И мы вас любим. И сегодня мы будем спать с сэндвичем, наверное. Потому что у нас в квартире бабушка, мама, я, Аня. Анина подружка, Лизина. Ой, моя подружка и ещё Дэзюша. Так что посмотрим, как мы справимся. Завтра увидимся. Всем пока. Вот у меня тут такой человек, сэндвичем, потому что уже этот день подходит к концу. Всё, в моих планах переменяюсь после того, как мы погуляем. Пока.